Всем привет! Сегодня я решила показать вам, как стряпаю пиццу. Нам понадобится для этого сыр. Я уже приготовила сыр, натерла и укроп из морозилки. Так как нет под рукой, поэтому из морозилки положила у меня нарезанный. Смешала. Первый раз буду пробовать так. Обычно его ложила снизу, а потом уже колбаску, помидорки. В общем, помидорки порезанные тонкими ломтиками и колбаска. Тесто можно приготовить любое. Но я сделала тесто из гречневой муки. Первый раз, сказали мне, купила такая вот мука. Но в перемешку она с обычной пшенной мукой. Попробовали, уже сделали. Ну, такой необычный вкус, конечно, непривычный. Но тесто чуть потуже, чем на оладьи. Ну, точно так же вот я замесила. Оно у меня как бы вот как для оладий. Так, и здесь там одно яйцо, соль, сода. Можно, конечно, и раскатать скалочкой. Вот так я. Лепешечку, конечно, бы потоньше. Вообще, любим тонко, когда тесто совсем мало. Ну, что получится. Пробуем. Все ставим на огонь. Я так, как руками, поэтому уже решила так сделать. Добавим огонь. Обжариваем пока с одной стороны. Это я у мармеладной лисички увидела такой рецептик. Сама раньше не делала. Можно сказать, это у меня новшество. Сделаем, чтобы она... Сковороду использую чугунную, так как на ней как-то особо готовится. Поэтому... Все вот подсажарилось оно. Аккуратно перемачиваем. Ой, какая. Очень толстая получилась. Очень толстая. Сейчас пока она там у нас... Добавляем с другой стороны. Здесь укладываем колбаску. Потоньше желательно, потоньше, конечно. У меня очень толстая получилась. Теперь, по изборке. И сверху все. Все это посыпаем. Все это посыпаем. И накрываем крышечкой. Все это теперь должно томиться под крышкой. Ну, с той стороны оно поджаривается, получается. А с этой стороны будет плавиться. И так, дальше посмотрим, что будет. Вот он уже вроде готово. Открываем. Все, видите, расплавилось. Вытаскиваем. Вот, все. Приятного аппетита. Теперь это все остынет и немного схватится. Такое станет... Сейчас вот оно мягонькое. Все растаяло как бы, а потом получше будет. Приятного аппетита. До свидания.